В Доме правительства прошло совещание по обсуждению проекта «Зелёный регион» и развитию благоприятного экологического климата. Рассмотрим вопросы, связанные с экологической обстановкой, благоприятной экологической обстановкой в Ульяновской области. Рано утром мы сегодня коснулись вопросов на реформы с твёрдыми гуманальными отходами, бытовыми отходами. Все не так однозначно, может быть, как кому-то кажется. Есть много интересных, есть много сложных проблем. Я думаю, что мы все эти проблемы в любом случае порешаем, в том числе и связаны с воспитательной работой, начиная со школ и заканчивая домовладениями. В Министерстве природы и цикличной экономики разработали стандарт деятельности исполнительных органов государственной власти. Благодаря новому документу все отрасли региональной экономики возьмут курс на экологизацию. Для отдельных ведомств, к примеру, автотранспортные предприятия, это означает переход на газомоторное топливо. Для Министерства промышленности – внедрение системы НДТ, наилучших доступных технологий. Для Министерства ЖКХ – активное участие в национальном проекте «Экология». Речь идет о том, что на каждую отрасль у нас по данному стандарту будет заниматься активной экологизацией, включающей вопросы охраны окружающей среды, энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов. Немаловажным вопросом остается переход на новую систему сбора и утилизации коммунальных отходов. Реформа началась с 1 января 2019 года. Однако пробелы есть и сегодня. В частности, по зоне деятельности регионального оператора номер 3, обслуживающего Заволжский район Ульяновска и примыкающий территорий Старомайнского и Чердоклинского районов, суть в том, что в районах не до конца был урегулирован вопрос по заключению договоров с гаражными кооперативами и садовыми товариществами, больницами, школами и детсадами. В итоге вот этой длительной дискуссии сегодня была поставлена точка в вопросе и определено, что все учреждения социальной сферы по зоне деятельности третьего регионального оператора будут заключать договорные отношения по фактически образуемым объемам твердых коммунальных отходов. То же самое касается гаражей и дач. Однако по законодательству у них должны быть оборудованы за свой счет площадки и контейнеры для сбора мусора. По словам министра, успешное качественное внедрение данного стандарта – дело не одного дня и рассчитано на 5-10 лет. За это время комплексно принятые действия заметно улучшат качество и условия жизни населения каждого муниципалитета. Нам необходимо заниматься и очистными сооружениями, и ливневыми канализациями для того, чтобы экология в наших реках была соответствующая. Поэтому большая работа планируется и с промышленными предприятиями, потому что очень много используют сложные и вредные производства. И тем более утилизация сегодня обязывает нас работать уже по новым стандартам. И вот этот документ, по крайней мере, позволит уже более просто и проще проводить эту работу. Итоговый согласованный документ ляжет на подпись главы региона 10 мая. Дальше дело техники и человеческого фактора. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.